Добрый день! Меня зовут Виктория Борисенко, я юрист в сфере интеллектуальной собственности. Совместно с научным издательством «Технологический центр» мы продолжаем серию обучающих видео об авторском праве и как оно применимо на практике. Следите за нашими обновлениями, не пропускайте новые видео и получайте полезный контент. В предыдущем видео мы говорили о том, какие права есть у автора, а какие права есть у издательства. А сегодня мы поговорим о том, какие виды договоров существуют и как правомерно издательству получить права на публикацию произведения. Итак, вы автор, который уже опубликовал свою работу, либо только планирует работать с издательством. Знаете ли вы, как правильно заключить договор с издательством? Или представим ситуацию с другой стороны. Вы издатель, как вам правомерно получить права у автора на публикацию его произведения? Издательское дело предусматривает ряд работ по выпуску и подготовке произведения. Это может быть рецензирование, перевод, это публикация, как на страницах журнала, так и в интернет-ресурсах. Необходимо правильно прописать условия в договоре и переданные права, которые вы получаете от автора. Существует два основных вида договора, по которому издатель может получить права на публикацию. Первый – это договор отчуждения. Грубо говоря, это договор купли-продажи, по которому автор полностью передает свои права. Он передает на весь срок действия авторского права на территории всего мира. Повторюсь, договор отчуждения, то есть право автора, встает ему чужды, чужие, а издатель получает полностью права на публикацию и дальнейший контроль за произведением. То есть, если кто-то будет неправомерно использовать статью или книгу, уже издательство будет предъявлять претензии нарушителю. Я сейчас особенно хочу обратиться к авторам и ученым. Когда вы хотите опубликовать свою работу, обязательно изучите условия договора, потому что встречаются такие случаи, когда автор безвозмездно передает полностью права на публикацию своей работы. Какую выгоду от этого он получает? Настолько ли авторитетное издательство, где он может публиковаться? Прочитали ли вы текст, который написан мелким шрифтом в договоре. Если вам очень трудно разобраться в юридических терминах, обязательно обратитесь к юристу за консультацией. Он все вам разложит по полочкам, предупредит все риски, расскажет о преимуществах и тогда вы уже будете со стопроцентной уверенностью принимать решения, работать с издательством или найти другое. Второй тип договоров – это лицензионные договора. Простым языком автор передает в аренду свое произведение издательству, но на определенный срок и на определенной территории. Этот договор имеет ограничения в отличие от договора отчуждения. Например, автор выдал лицензию на публикацию своего произведения одному издательству в Украине и выдал точно такую же лицензию, но на использование своего произведения другому издательству на территории Великобритании. Но чтобы такие действия были законны, повторюсь, необходимо детально и внимательно изучить условия договора. Существует несколько видов лицензии. Первый – это исключительная лицензия, по которой автор передает свои права издательству, но в то же время не имеет права самостоятельно им пользоваться. Такая лицензия, в отличие от договора отчуждения, да, эти два вида очень похожи, но она имеет ограничения по сроку и по территории использования. Второй вид – это единичная лицензия, когда автор передает свои права одному издателю, но в то же время сохраняет за собой право использовать это произведение независимо от издательства. И также существует не исключительная лицензия, когда автор может передавать свои права неограниченному кругу издательств и также сохраняет за собой право использовать это произведение. Такие лицензии могут иметь ограничения по сроку, по территории. Например, одна лицензия выдана издательству в Харьковской области, вторая лицензия выдана издательству в Киевской области, третья лицензия выдана издательству, которая находится в Соединенных Штатах Америки. Подчеркиваю, в договорах передаются только права, а не экземпляр произведения. Если, например, вы не прописали права, а прописали, что по договору издатель получает экземпляр произведения, то по факту издатель получает только книгу, которую он может использовать в личных целях, читать либо подарить друзьям на день рождения. А когда издатель получает права, то у него уже появляется возможность печатать это произведение, использовать, тиражировать и распространять на определенной территории. Иногда в процессе издания могут появиться вопросы, когда автор должен подтвердить свое авторство, что это действительно он создал произведение. В таких случаях вам поможет регистрация авторского права, которое существует в Украине и других странах. Об этом вы можете узнать из наших следующих видео «Миссия выполнима» или «Как зарегистрировать авторское право». Следите за нашими обновлениями и не пропускайте новые интересные видео. Подавая рукопись, научную статью, монографию или любой другой научный труд на публикацию, вы должны детально однакомиться с политикой издательства в отношении авторского права и условиями лицензии, которые устанавливаются на опубликованные материалы. Не пропускайте наши новые видео, следите за обновлениями, подписывайтесь на канал, пишите ваши вопросы в комментариях или на электронную почту, которая указана в описании этого видео. И помните, что ваша интеллектуальная собственность – это ваше богатство и сила успеха в знании закона.